Дом Нанчелы Парина прошла, которая борется тоже с беспределом съездник. Вот у и мамы горе, но и для нее нет закона. Девочки, идите сюда. Это для меня 9 утра? А зачем мне по времени сразу на орденал? Дай мне, пожалуйста, орденал. Люди добрые, я приехала из Крепли. Встала в 4 утра. Вот три капельника. Пожалуйста, дайте мне оригинал и дайте мне свечи. Вот это передаправление мне не надо. Мои жалобы из Печков пришли сюда Татьяне Гуля. Татьяна Гуляной. Я опять пришел, дайте я это говорю. На ней пройдите, как говорите. Я не могу, что мы сейчас разговаривали. Нету работы, что с вами решали. Я, конечно. Я вам просто пересмахну с письма. Я не вы, кто из суда. Буквально вы. Я сотрудник. Секретарь, за решетку, я на который. Я специальность, на который мы делаем. Я делаю с вас, если мы ее не делаем. Все государственные учреждения не работают для народа. Я не могу развивать нижние 15 листов. А выиграла она не эти листы и не с этой жалобы. Матудок. Вы пришли, чтобы уголок. Я пришла, чтобы мне поры в этом здании, чтобы вернули ответ на мои жалобы. Чтобы нашли мои жалобы. Пожалуйста, у приезда дежурный делка. Это называется работа 21 октября. В октябре 31 день. В воскресенье будет 30 дней. Куда я иду? Куда я иду? Сейчас я еще что-то покажу. Есть такая Зоя Сиренкина. Очень хорошая женщина. Эта женщина сотрудник почты. Она работает там тоже в служении. Какая она работает в инфекционном отделении в больнице города Ельцин. Так вот, некоторые по просьбе лидеров, удоконенной, организованной преступной группировки, некоторые письма по их просьбам, они просто не штанзуют печать. Вы мне ответили, что у вас нет документов. И вы заявляете, что вы работаете. Не перебивайте меня. Думаю, Анжела. Вы можете мне как оригинал? Оригинал может быть? Они мне не дают номер. Спасибо за ответ и за то, что потеряли время. Возвращайтесь на свое рабочее. Борю этой мамы нет предела. Не надо на меня терять время. Вы получаете зарплату. Идите помогайте людям. Наведите порядок. В столе, в столе, в сумке, если вам разрешает Анжела на кузок. Я услышала все ответы. Посмотрите. Вот есть печать. Плохо видно. Вот здесь дата. Неважно. Вот эта дата отправления из Кишинева. Печати, что письмо было в Единске, нет. То же самое. Посмотрите. Вот тут есть печать в Кишиневе. Единецкой? Нету. Сейчас идут за полицией. Под протокол. Посмотрите. То же самое. Скажите, пожалуйста, Зоя Терентьевна, когда я у вас была в прошлом году, когда я озвучила тему, что я получила письмо из ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека страдок, что мне присвоен номер, что зарегистрировано. То есть до того, как я еще вообще что-то подавала, я написала предварительную жалобу. Так мне посоветовали прокуроры в городе Москва. Что я делаю дальше? Когда я зарегистрировала письмо, Зоя Терентьевна сказала, что как Единецкой печати нет, вот в прошлом месяце, 2021 год, вы не получите. Если кто-то ко мне пришел, то лучше меня снимайте. Людмила, не отвлекайтесь, ни слова не говорите. Итак, смотрите, она мне сказала, что а мы уже давно не ставим печать в Единец. Я говорю, простите, как? Она говорит, вот так. Мы получили указание с Кишиневой, мы не штампуем печатями Единец, дата к ЕСПД. Пошта Молдовии, муниципиум Единец. Адрес я потом узнаю, если нужно кому-то, чтобы все знали эту нашу почту, Зоя Терентьевну. Я пыталась попасть к начальнице, но ее один раз не было на рабочем месте, второй раз не было на рабочем месте. Это несмотря на то, что я приходила, простите, мне жарко, я приходила в рабочее время, не в 8 утра прямо и не в 5 утра, я приходила в разгар рабочего времени. Пожалуйста, я не знаю, к чему они пришли. Я знаю, что охранник вышел на улицу. Сейчас я могу прийти в голову, задать нас всем. А они спасают. Город из генпрокуратуры от Палевой Анжелы, от мамы Палева Кирилла, которая в апелляционном, в апелляционном палате, в заседании. Когда мне стали угрожать, что мы сейчас вызовем полицию вас выборить, когда я сама позвонила в полицию, оператор женщина 7 минут вместе с главным начальником смены, Игорем Балан, сотрудники службы 112, держали меня на проводе, вытягивая, растягивая время, создавая условия, чтобы Алла Ротару выходила, подкричала Палмазова, Палева шелфотила. Для того, чтобы показать, что я истерю. Это выгодно и меняются судьи. Я не спомнилась. Я не спомнилась. Вот это вся ваша беда. Составляйте протоколы. Этот пример. Я думала, Валентина Лесник Валентина Лесник Валентина Лесник Я забываю, что у меня есть мысль. Настолько я живу и совсем. Я поражаюсь, как вы со мной делаете и проделываете что-то самое. Вы думаете, у вас получится? Нет. Я могу еще говорить, у меня есть доказательства. И если Анжела Макузов закрывает рот прокурору-докладчику Лили Патент так же, как мне, но уже, простите, закрыт он себя. О чем говорит? Я говорила и заявляю. Их отсюда надо выводить в наручники. Опыски проводить дома, здесь, где угодно, на дачах. Куда делись мои три жалобы из пичеков 22 февраля этого года? В 2020 год сегодня. Одна жалоба 15 марта. Две другие жалобы. Первая на узаконенную организованную преступную группировку Едмит. Со всеми фамилиями комиссаров, племянников, мужей, кумнатов, детев. Со всеми фотографиями. Того, кто не ангажат, выносил Гербета Сергеев. И следователи анкеты Тора, Романа Герцового, вопнинку, правда, через какую-то персону. Пускай вы изучаете эти материалы и вы принимаете решение, почему я должна выполнять работу следствия, почему я должна выполнять работу прокурора, добившись переквалификации. У меня на руках решение определения НТР суда от 8 июля 2020 года о том, что отказать Палевой в дополнительном сборе информации. Потому что опре обвиняется по статье 145, часть 1. Понимаете, это простой убийца. Ущип симпсу есть в Молдово. А умышленная, это совершенно другая статья. И только переговорив с этой Лилией Цуркан, которая прикрыла Гербета Сергеев, которого я добилась в суде, но без араба я так и не увидела, с подачи этой Лилии Цуркан председатель Севера Центрального Офиса Суда Единец. «Извините, этот Цуркан после 8 июля услышала меня, что она прогремит в чедо с фатанизмом в следующие три заседания без ходатайства и требований с моей стороны. Уж тем более с обвиняемого стороны опря или адвоката с двух сторон. Таких заявлений нет и изучила уголовно деланный ЗУС. Это госпожа Цуркан Лилия, преступница, ворюга моего здоровья, последнее здоровье сыграет, как последнюю кровь выкопали капельницами, выдавив, капая моему сыну через перевязанные подмышки. Спасатели, это Лилия Цуркан, назначает три дня подряд, 29, 29 июля, 30 июля и 31 июля, равноускоренные заседания, где Палево Анжела не может ничего уже просить и требовать, потому что все мои ходатайства, они у меня есть, более ста страниц отдельных ходатайств. Эти все ходатайства отклонены. А когда я задавала этому обвиняемому вопросы, что это такое вообще было с нашим сыном, ноги внизу, в тумбочке и все остальное, так на меня Опри Денис смотрел, не понимая, что я говорю. А потом Бельса, Опри Дениса, они приводят. Телеконференция, телеконференция. Вот, получается, указание, что они с нами сейчас должны делать. Вот эта телеконференция, которая была у Опри в апелляционном палате Бельс из Пенетенциара-13, там звука не было. Крик. Они задают суть и вопросы. Крик души, брата и мама. Пушкаш, Фиорел, Морак, Орел. А он не отвечает. Я не отвечаю. Я не отвечаю. Дня встречи не поздоровал. Я не представляю, он грозный. Да, куляка. Монетаризация. Копьем? Монетаризация. Монетаризация. А, ну, молча. Павел, Шеклана, они монетаризируют так же, как монетаризируют более трех лет вот это здание и вот эти все, которые сделали. Я не знаю, что должно произойти. Они ждут смены режима власти. Они думают, что, ей, ну, боятся мамы, поменяется режим власти, то они еще какое-то время посидят в пустосмахстанах. Они глубоко ошиваются. Каждый раз я все ближе к тому, чтобы их вывели отсюда с наручниками. И это случится в скором будущем. Вы можете пугать меня, как хотите, запугивать, как это вы уже делали. Из-за линии мои есть. Вы можете дальше лить грязь на Кирилла Палева по поводу наркоты, тем самым рекламируя ее на севере Молдовы в моем профиле, о чем я писала жалобы. И Диану Севчук, комиссар инспекторята полиции Ебинец, на тот момент весной отписывался мне, что мы не нашли никого, аккаунты неизвестные, кто вам это пишет, и мы не видим здесь рекламы. Не видите вы, увидят другие, увидят румынские прокуроры. Здесь всегда нужно было внешнее правление. Они сейчас орут виноваться сам бы. Чем виноваться? Она пришла, украла мои жалобы. Почему-то мои жалобы позавчера единственный орган, единственный орган, который подтвердил получение ответа, это было пришеденцы нашего президента Республики Молдовы. С фирменным эмблемой, адресом, правильной почтой, потому что я оказывается по ошибке, мне туда написала первый раз, я обращалась до парламентной публики. Люди добрые, они боятся только ее одну, поэтому они орут Санду-Санду. Что имеют ПАП, что имеют Санду, что имеют другие партии? Вы тут работаете уже не один год, да вы уже так приспособились, простите. Вы как единственное что, каждая бумажка ваша с мокрой подписью, с исходящим номером, это лакрусовая бумажка для вас же в преступных ваших действиях. Поэтому я не могу получить ни один документ, и они направляют это все в инспекцию прокуроров. А вы забыли, что я уже получила оттуда ответ? И тоже копию ответа, потому что Надежда Чернову не глупая, она понимает, что если она отправит мне пускали тура коды, требуется дать респонд фемии Абрады, что ты делаешь на вакансии прокурора, в инспекции прокурора, и отвечаешь мне, что Лунгу ни при чем. Вы со мной встречали? Вы меня приглашали? Как вы рассматривали это все? Как вы это все рассматривали? И сегодня сидит Иоанн Мунтиан, который позволил Анжеле Матузо провести 21 октября так заседание высшего совета прокурора, как хотела она. Хотя резолюция за подписью Дмитрию Рову, а у меня таких в бумаге три по каждой отдельной жалобе. Как хотела она, как хотели они и Рову с такого бумага. С 23 и 30 августа. И вот они дождались. Она каждые 10 дней болеет. Или она на курорты ездит, или что она делает, я не знаю. А почему я вам скажу? Потому что в те моменты, когда они еще не договариваются, лидеры ОПГ со всеми остальными, так все им назначают. Или вообще надо как-то подойти. Я думаю, что угроза тут тоже, не только компромат. Потому что у Лилии Цурка наказывается, там тоже, по-моему, под колесами автомобиля. Я не поверила, как может вести себя так мать, которая положила сына в землю. Даже я с этот ребенок постановленную. У меня нет слов. Но, наверное, найдутся слова тех людей, которые меня услышат, и будут приняты законные меры по рассмотрению трех моих жалоб, которые потерялись при передаче с Качакокса Татьяне Гули. Потом я в августе писала при Веронике Дергалин, и он меня в выстроку спрятал, перенаправил опять в Качакокс, перенаправил Качакокс опять сюда. Дмитрий Ромовов, наконец-то, дал мне резолюцию. Сентябрь, октябрь, два месяца они ждали. Когда договорятся лидеры ОПГ? Ну, договаривайся. Договаривайся. Обещать не значит сделать. Будем ждать дежурного прокурора. Оказывается, в Печакоксом есть, а в генпрокуратуре его нет. Сегодня в таком случае. А еще мне понравился ответ прокурора Бурсаковского в письменном виде. В связи с тем, что, я уже говорила и повторюсь, в Бельской прокуратуре нет необходимого числа прокуроров и компетенции. Они не могут создать рабочую группу по прецеденту Палева Кирилла. Хорошо? Ждите, пока другие будут убивать. Если они убивают своих граждан, предают граждан, обращавшихся за помощью нашего сына, предали сотрудники экстренных служб преисполнения. За что они его оставили умирать? 40 минут не увозили. С момента вызова объясните мне, пожалуйста, скорая помощь находится в четырех домах от Грибова, 12, куда сын вызвал скорую помощь, не только для себя. Больница реанимации находится на расстоянии 2,6 километра. А написано, пишет, «Одинокол». И на вопрос, и у нее лапы, «Мия Драга, в суде, врачу Бардан, я задала такой вопрос, она ответила, «Оша, арытарский домик?» И как кто наполнял? «Елку». А почему одинокол? «Оша, арытарский домик?» И я не знаю, где она каталась. И каталась ли она вообще с моим сыном, умирающим в этой мошенничестве. Я знаю только одно. Если они предают граждан, которые просят помощи, они не предадут существующую власть. Они ждут смены режима власти. Так я тем более давно буду стоять. Не ждут, не если срочно. Мне работать было бы легче намного. Мне бы еще теплом выучили это сотрудничество. Ничего не делать. Потому что я выполнила одну всю работу, которую должны были делать. Все от следователя до прокурора и адвоката. Адвокаты – это отдельная тема. Сейчас буду штурмовать коллеги адвокатов. Сегодня, завтра, после завтра, не знаю тогда. А сейчас мы ждем дежурного прокурора. Ждем быть приняты на прием. Каждый из своей проблемы. Горе мамы нет предела. Вот, по крайней мере, у нас были сессия, полиция, прокуроры. Так и именно. Не об этом и нутру. Есть программы. Комуша с кем и политиям нет. Ремпу строим и мечтет фрумос. В Ремдрептате находимся в Генеральной прокуратуре. Ну, на этом пока все. Вот, если что, вернемся до Анжелы Зевы. Полицейские нас ухраняют. Чтобы мы никого не били, не дали. Вот, видите, беспредел Молдовы. Ну, это, по-моему, все. Всем спасибо, полгода. Ну, у нас 25 секций. И мы сказали, что по-моему, я попрекала. Устрога, по-моему, это, что все в альбиках, по-моему, нет. Нету нам. И что, я попрекала, у меня, по-моему, нет. Скажите, не вопрос. Вот, вот, стыкните на любого пальца. Мужчина, я могу решить задачи, по-другому, с вами. Ну, здесь каждый сектор имеет свою очередь. Могу рассказать вам про номер. Беседы по тематическим, как бы, жена, директора колледжа Галактика. Я могу рассказать вам про номер, к наркоту, к сожалению. Это который убили наши, наши хотели. А вот вы мне не задавайте вопрос, который не плачет конфиденции. Ну, вы объясните, пожалуйста. Не можете работать за благо граждан, уходить из этого места. Придут другие, такие сняли. И будут помогать людям, пригласить к посредствам телефонного звонка дежурного прокурора. Я вам сейчас любого вызову. И вопрос, вы внести под пять секций, каждый, который занимается своим вопросом. Хорошо, позовите вильнюю ботинку. Она может быть сейчас. Вернули, забрали. Да. 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 Свети. Мы пришли за скрытые делатели. Вернется, что такое, вы не в праве личные личности. Он берет с кем или телефон, но он не берет. Мы пришли за скрытые делатели. Я пришла на фондика ваших устранных. Ты глотите, пожалуйста. А что это справедливость он решит тут? Матака, барбатушка, щицоляка моей детевку, маманца, на каши. У нас во всех институтах, госучреждениях, судах, милиции, полиции и охранники как боги. Да, да, милец охранник. Да, охранник имеет больше власти, даже, чем прокурор. Видите, как все. Ты мне телефоник? Ты мне телефоник? Господь, для этого ты кушаешься. Кричай. Стынь на телефону. У народа проблемы. Горю, маме нет предела. У нее были снижены, сыны его убили там. И столько, год тоже, с 19-го, по-другому, столько лет на дни издевается. Она знает, что все наизу, все тусает, все сама решила, все сама выследила, рассчитала. Если у нас не работают судьи, прокуроры, полиции, милиции, ИПО. Это все беспредел, беспредел. Прикрывает прокурор. Так что ждем приема в Генеральной прокуратуре. Как-то вот свои проблемы. Ну, на этом все. Если что, мы потом вернемся. Все, всем спасибо. Живем в Дом Марию. Почему народ должен обращаться? Да, как он? Как я, как? Как я, как я, как я держал? Как я держа, как я на 축рой? Как я�cross, как я聴 Táфиана? Как этоすごい помог, я Роман Роман не способствовал. Ему я пяток, она цadece цifs, под我的 голову. his взгляд, лима нес fors Satар, да так что я прятаю лоск B. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok